Дома уткнулась головой в подушку, но тотчас же вскочила и гневно посмотрела на спящую девчурку. Опомнилась, одернула одеяло, столкнулась с подушки рыжего котенка. Она зажгла свет на террасе, в кухне, в комнате, села на диван и покачала головой. Так сидела она долго и, кажется, ни о чем не думала. Нечаянно она задела валявшийся тут же аккордеон, машинально подняла его и стала перебирать клавиши. Зазвучала мелодия, торжественная и печальная. Женя грубо оборвала игру и подошла к окну. Плечи ее вздрагивали. Нет, оставаться одной и терпеть такую муку сил у нее больше нет. Она зажгла свечку и, спотыкаясь, через сад прошла к сараю. Вот и чердак. Веревка, карта, мешки и флаги. Она зажгла фонарь, подошла к штурвальному колесу, нашла нужный ей провод, зацепила его за крюк и резко повернула колесо. Тимур спал, когда Рита тронула его за плечо лапой. Толчка он не почувствовал. И, схватив зубами одеяло, Рита стащила его на пол. Тимур вскочил. — Ты что? — спросил он, не понимая. — Что-нибудь случилось? Собака смотрела ему в глаза, шевелила хвостом, мотала мордой. Тут Тимур услыхал звон бронзового колокольчика. Недоумевая, кому он мог понадобиться глухой ночью, он вышел на террасу и взял трубку телефона. — Да, я Тимур у аппарата. Это кто? — Это ты. — Ты, Женя! Сначала Тимур слушал спокойно. Но вот губы его зашевелились, по лицу пошли красноватые пятна. Он задышал часто и отрывисто. — И только на три часа? — волнуя спросил он. — Женя, ты плачешь? — Я слышу, ты плачешь. Не смей! Не надо! Я приду скоро! Он повесил трубку и схватил с полки расписание поездов. Да, вот он, последний, в 23.55. Следующий пойдет только в 3.40. Он стоит и кусает губы. — Поздно. Неужели ничего нельзя сделать? Нет. Поздно. Но красная звезда днем и ночью горит над воротами Жениного дома. Он зажег ее сам, своей рукой. И ее лучи, прямые, острые, блестят и мерцают перед его глазами. Дочь командира в беде. Дочь командира нечаянно попала в засаду. Он быстро оделся, выскочил на улицу, и через несколько минут он уже стоял перед крыльцом дачи седого джентльмена. В кабинете доктора еще горел свет. Тимур постучался. Ему открыли. — Ты к кому? — сухо и удивленно спросил его джентльмен. — К вам, — ответил Тимур. — Ко мне? Джентльмен подумал, потом широким жестом распахнул дверь и сказал. — Тогда... — Прошу пожаловать. Они говорили недолго. — Вот и все, что мы делаем. Поблескивая глазами, закончил свой рассказ Тимур. Вот и все, что мы делаем, как играем, и вот зачем мне нужен сейчас ваш Коля. Молча старик встал. Резким движением он взял Тимура за подбородок, поднял его голову, заглянул ему в глаза и вышел. Он прошел в комнату, где спал Коля, и подергал его за плечо. — Вставай, — сказал он, — тебя зовут. — Но я ничего не знаю, — испуганно тараща глаза заговорил Коля. — Я, дедушка, право, ничего не знаю. — Вставай, — сухо повторил ему джентльмен. — За тобой пришел твой товарищ. На чердаке, на охапке соломы, охватив колени руками, сидела Женя. Она ждала Тимура. Но вместо него в отверстие окна просунулась взъерошенная голова Коли Колокольчикова. — Это ты? — удивилась Женя. — Чего тебе надо? — Я не знаю, — тихо и испуганно отвечал Коля. — Я спал, он пришел. Я встал, он послал. Он велел, чтобы мы с тобой спустились вниз к калитке. — Зачем? — Я не знаю. У меня самого в голове какой-то стук, гудение. — Я Женя и сам ничего не понимаю. Спрашивать позволения было не у кого. Дядя ночевал в Москве. Тимур зажег фонарь, взял топор, крикнул собаку Риту и вышел в сад. Он остановился перед закрытой дверью сарая. Он перевел взгляд с топора на замок. Да, он знал, так делать было нельзя, но другого выхода не было. Сильным ударом он сшиб замок и вывел мотоцикл из сарая. — Рита, — громко сказал он, становясь на колено и целуя собаку в морду. — Ты не сердись. Я не мог поступить иначе. Женя и Коля стояли у калитки. Издалека показался быстро приближающийся огонь. Огонь летел прямо на них. Послышался треск мотора. Ослепленные они зажмурились, попятились к забору, как вдруг огонь погас. Мотор заглох, и перед ними очутился Тимур. — Коля, — сказал он, не здороваясь и ничего не спрашивая, — ты останешься здесь и будешь охранять спящую девчонку. Ты отвечаешь за нее перед всей нашей командой. — Женя, садись! Вперед! В Москву! Женя вскрикнула. Что было у нее силы, обняла Тимура и поцеловала. — Садись, Женя, садись! Стараясь казаться суровым, кричал Тимур. — Держись крепче! Ну! Вперед! Вперед! Двигаем! Мотор затрещал. Гудок рявкнул, и вскоре красный огонек скрылся из глаз растерявшегося Коли. Он постоял, поднял палку. И, держа ее на перевес, как ружье, обошел вокруг ярко освещенной дачи. — Да! — важно шагая Барматалон. — Эх, и тяжела ты, солдатская служба! Нет тебе покоя днем, нет и ночью. Время подходило к трем ночи. Полковник Александров сидел у стола, на котором стоял остывший чайник, и лежали обрезки колбасы, сыра и булки. — Через полчаса я уеду, — сказал он Ольге. — Жаль, что так и не пришлось мне повидать Женьку. — Оля, ты плачешь? — Я не знаю, почему она не приехала. Мне ее так жалко. Она тебя так ждала. Теперь она совсем сойдет с ума, а она и так сумасшедшая. — Оля, — вставая, — сказал отец. — Я не знаю. Я не верю, чтобы Женька могла попасть в плохую компанию, чтобы ее испортили, чтобы ею командовали. Нет, не такой у нее характер. — Ну вот, — огорчилась Ольга. — Ты ей только об этом скажи. Она и так заладила, что характер у нее такой же, как у тебя. — А чего там такой? Она залезла на крышу, спустила через трубу веревку. Я хочу взять утюг, а он прыгает кверху. Папа, когда ты уезжал, у нее было четыре платья, два уже тряпки. Из третьего она выросла. Одно я ей носить пока не даю, а три новых я ей сама сшила. Но все на ней так и горит. Вечно она в синяках, в царапинах. А она, ну, конечно, подойдет, кубы бантиком сложит, глаза голубые вытаращит. Ну, конечно. Все думают, цветок, а не девочка. А поди-ка. Ого, цветок. Тронешь и обожжешься. Папа, ты не выдумывай, что у нее такой же, как у тебя, характер. Ей только об этом скажи. Она три дня на трубе плясать будет. Ладно, — обнимая Ольгу, согласился отец. — Я ей скажу. Я ей напишу. Ну и ты, Оля, не жми на нее очень. Ты скажи ей, что я ее люблю и помню. Что мы вернемся скоро и что ей обо мне нельзя плакать, потому что она дочь командира. А все равно будет, — прижимаясь к отцу, сказала Ольга. И я дочь командира. И я буду тоже. Отец посмотрел на часы, подошел к зеркалу, надел ремень и стал одергивать гимнастерку. Вдруг наружная дверь хлопнула, раздвинулась портьера. И как-то угловато, сдвинув плечи, точно приготовившись к прыжку, появилась Женя. Но вместо того, чтобы вскрикнуть, подбежать, прыгнуть, она бесшумно быстро подошла и молча спрятала лицо на груди отца. Лоб ее был забрызган грязью, помятое платье в пятнах, и Ольга в страхе спросила, — Женя, ты откуда? Как ты сюда попала? Не поворачивая головы, Женя отмахнулась кистью руки, и это означало, — погоди, отстань, не спрашивай. Отец взял Женю на руки, сел на диван, посадил ее к себе на колени. Он заглянул ей в лицо и вытер ладонью ее запачканный лоб. Да, хорошо. Ты молодец человек, Женя. Но ты вся в грязи. Лицо черное! Как ты сюда попала? — опять спросила Ольга. Женя показала ей на портьеру. И Ольга увидела Тимура. Он снимал кожаные автомобильные краги. Висок его был измазан желтым маслом. У него было влажное, усталое лицо честно выполнившего свое дело рабочего человека. Здоровая со всеми, он наклонил голову. Папа, вскакивая с колен отца и подбегая к Тимуру, сказала Женя, — ты никому не верь. Они ничего не знают. Это Тимур, мой очень хороший товарищ. Отец встал и, не раздумывая, пожал Тимуру руку. Быстрая и торжествующая улыбка скользнула по лицу Жени. Одно мгновение испытующе глядела она на Ольгу. И та, растерявшаяся, все еще недоумевающе подошла к Тимуру. — Ну, тогда здравствуй. Вскоре часы пробили три. — Папа! — испугалась Женя. — Ты уже встаешь? Наши часы спешат. — Нет, Женя, это точно. — Папа, и твои часы спешат тоже. Она подбежала к телефону, набрала время и из трубки донесся ровный металлический голос. Три часа четыре минуты. Женя взглянула на стену и со вздохом сказала — Наши спешат, но только на одну минуту. — Папа, возьми нас с собой на вокзал. Мы тебя проводим до поезда. — Нет, Женя, нельзя. Мне там будет некогда. — Почему? — Папа, ведь у тебя билет уже есть? — Есть. — А в мягком? — В мягком. — Ох! — Как и я хотела бы с тобой поехать далеко-далеко в мягком. И вот не вокзал, а какая-то станция, похожая на подмосковную товарную, пожалуй, насортировочную. Пути, стрелки, составы, вагоны. Людей не видно. На линии стоит бронепоезд. — Приоткрылось железное окно. Мелькнуло, мелькнуло и скрылось озаренное пламенем лицо машиниста. На платформе, в кожаном пальто, стоит отец Женя, полковник Александров. Подходит лейтенант, козыряет и спрашивает. — Товарищ командир, разрешите отправляться? — Да. Полковник смотрит на часы. — Три часа пятьдесят три минуты. — Приказано отправляться в три часа пятьдесят три минуты. Полковник Александров подходит к вагону и смотрит. Светает. Но в тучах небо. Он берется за влажные поручни. Перед ним открывается тяжелая дверь. И, поставив ногу на ступеньку, улыбнувшись, он сам себя спрашивает. — В мягком? — Да, в мягком. Тяжелая стальная дверь с грохотом захлопывается за ним. Ровно без толчков, без лязга вся эта броневая громада трогается и плавно набирает скорость. Проходит паровоз. Плывут орудийные башни. Москва остается позади. Туман. Звезды гаснут. Светает. Утром, не найдя дома ни Тимура, ни мотоцикла, вернувшийся с работы Георгий, тут же решил отправить Тимура домой к матери. Он сел писать письмо, но через окно увидел идущего по дорожке красноармейца. Красноармеец вынул пакет и спросил. — Товарищ Гараев? — Да. — Георгий Алексеевич? — Да. — Примите пакет и распишитесь. Красноармеец ушел. Георгий посмотрел на пакет и, понимающий, свистнул. — Да! Вот и оно. То самое, чего он уже давно ждал. Он вскрыл пакет, прочел и скомкал начатое письмо. Теперь надо было не отсылать Тимура, а вызывать его мать телеграммой сюда, на дачу. В комнату вошел Тимур, и разгневанный Георгий стукнул кулаком по столу. Но следом за Тимуром вошли Ольга и Женя. — Тише, — сказала Ольга. — Не кричать, не стучать не надо. — Тимур не виноват. — Виноваты вы. — Да и я тоже. — Да! — подхватила Женя. — Вы на него не кричите! — Оля, ты до стола не дотрагивайся. Вон этот револьвер у них очень громко стреляет. Георгий посмотрел на Женю, потом на револьвер, на отбитую ручку глиняной пепельницы. Он что-то начинает понимать, он догадывается, и он спрашивает. — Так это тогда ночью здесь была ты, Женя? — Да, это была я. — Оля, расскажи человеку все толком, а мы возьмем керосин, тряпку и пойдем чистить машину. На следующий день, когда Ольга сидела на террасе, через калитку прошел командир. Он шагал твердо, уверенно, как будто бы шел к себе домой, и, удивленная, Ольга поднялась ему навстречу. Перед ней в форме капитана танковых войск стоял Георгий. — Это что же? — тихо спросила Ольга. — Это опять новая роль оперы? — Нет, — отвечал Георгий, — я на минуту зашел, проститься. — Это не новая роль, а просто новая форма. — Это, — показывая на петлице и чуть покраснев, спросила Ольга, — то самое? — Мы бьем через железо и бетон прямо в сердце? — Да, — то самое. — Спойте мне и сыграйте, Оля, что-нибудь на дальнюю путь дорогу. Он сел. Ольга взяла аккордеон. — Летчики, пилоты, бомбы, пулеметы. Вот и улетели в дальний путь. Вы когда вернетесь? Я не знаю, скоро ли. Только возвращайтесь хоть когда-нибудь. Эй, да где бы вы ни были, На земле, на небе ли, Над чужими ль странами Два крыла. Крылья краснозвездные, Милые и грозные, Жду я вас по-прежнему, Как ждала. Вот, — сказала она, — но это все про летчиков. О танкистах я такой хорошей песни не знаю. — Ничего, — попросил Георгий, — а вы найдите мне и без песни хорошее слово. Ольга задумалась, и, отыскивая нужное хорошее слово, она притихла, внимательно поглядывая на его серые и уже не смеющиеся глаза. Женя, Тимур и Таня были в саду. — Слушайте, — предложила Женя, — Георгий сейчас уезжает. Давайте соберем ему на проводы всю команду. Давайте грохнем по форме номер один позывной сигнал общий. То-то будет переполоху. — Не надо, — отказался Тимур. — Почему? — Не надо. — Мы других так никого не провожали. — Ну, не надо, так не надо, — согласила и Женя. — Ну, вы тут посидите, я пойду воды напиться. Она ушла. А Таня рассмеялась. — Ты чего? — Не понял Тимур. Таня рассмеялась еще громче. — Ну и молодец! Ну и хитра у нас, Женька! Я пойду воды напиться. — Внимание! — раздался с чердака звонкий торжествующий голос Жени. — Подаю по форме номер один позывной сигнал общий. — Сумасшедшая! — подскочил Тимур. — Да сейчас сюда примчится сто человек. — Что ты делаешь? Но уже закрутилось. Заскрипело тяжелое колесо. Вздрогнули, задергались провода. Три, стоп! Три, стоп! Остановка! И загремели под крышами сараев, чуланах, курятниках сигнальные звонки. Трещотки, бутылки, жестянки. Сто не сто, а не меньше пятидесяти ребят быстро мчались на зов знакомого сигнала. — Оля! — ворвалась Женя на террасу. — Мы пойдем провожать тоже. Нас много! Выгляни в окошко! — Э-э-э! — отдергивая занавеску, удивился Георгий. — Да у вас команда большая! Ее можно погрузить в эшелон и отправить на фронт! — Нельзя! — вздохнула, повторяя слова Тимура Женя. — Крепко, накрепко всем начальникам и командирам приказано гнать оттуда нашего брата по шее. — А жаль! — Я бы и то куда-нибудь там. — В бой, в атаку. — Пулеметы на линию огня. — Первая! — Первая ты на свете хвостунишка! И атаман! — передразнила ее Ольга. И перекидывая через плечо ремень аккордеона, она сказала. — Ну что ж, если провожать, так провожать с музыкой. Они вышли на улицу. Ольга играла на аккордеоне. Потом ударили склянки, жестянки, бутылки, палки. Это вырвался вперед самодельный оркестр и грянула песня. Они шли по зеленым улицам, обрастая все новыми и новыми провожающими. Сначала посторонние люди не понимали, почему шум, гром, виск, о чем и к чему песня. Но, разобравшись, они улыбались. И кто про себя, а кто вслух, желали Георгию счастливого пути. Когда они подходили к платформе, мимо станции, не останавливаясь, проходил военный эшелон. В первых вагонах были красноармейцы. Им замахали руками, закричали. Потом пошли открытые платформы с повозками, над которыми торчал целый лес зеленых оглобель. Потом вагоны с конями. Кони мотали мордами, жевали сено. И им тоже закричали «Ура!». Наконец промелькнула платформа, на которой лежало что-то большое, угловатое, тщательно укутанное серым брезентом. Тут же, покачиваясь на ходу поезда, стоял часовой. Эшелон исчез. Подошел поезд. И Тимур попрощался с дядей. К Георгию подошла Ольга. «Ну, до свидания», — сказала она. «И, может быть, надолго?» Он покачал головой и пожал ей руку. «Не знаю. Как судьба». Гудок, шум, гром оглушительного оркестра. Поезд ушел. Ольга была задумчива. В глазах у Жени большое ей самой непонятное счастье. Тимур взволнован, но он крепится. «Ну вот», — чуть изменившимся голосом сказал он, — «теперь я и сам остался один». И тотчас же, выпрямившись, он добавил, — «впрочем, завтра ко мне приедет мама». «А я», — закричала Женя. «А они», — она показала на товарищей. «А это?» — я наткнула пальцем на красную звезду. «Будь спокоен», — отряхиваясь от раздумий, сказала Тимуру Ольга. «Ты о людях всегда думал. И они тебя отплатят тем же». Тимур поднял голову. Ах, и тут, и тут не мог он ответить иначе, этот простой и милый мальчишка. Он окинул взглядом товарищей, улыбнулся и сказал. «Я стою. Я смотрю. Всем хорошо. Все спокойны. Значит, и я. Спокойный».